Время новостей Татарстана Время новостей Татарстана Такие архитектурные и дизайнерские объекты привлекли инвесторов Альбина Слагараева Свежие овощи круглый год Сейчас 7 гектаров теплиц, из них 6 гектаров заселены огурцами, 1 гектар держим для томата Какой он огуречный рай узнала Динара Камалова Республиканские программы в действии Отремонтированные поликлиники и ДК, строительство промышленных парков и элеваторов, новые лыжные трассы и бассейны Рустам Мениханов сегодня лично проверил, как работают республиканские деньги В рамках рабочей поездки в Заинск он осмотрел как социальные, так и спортивные объекты Год назад в район влили более 200 миллионов рублей Рамиль Шайдулин о новом облике татарстанской глубинки В Заинске занимаются спортом и проводят республиканские чемпионаты За два с лишним года для США имени Федора Симашова поддержали 40 миллионами рублей Обновились спортзалы, лыжные комнаты Вошел в моду массовый спорт Большое спасибо всем за вклад в развитие лыжных гонок не только в масштабах нашей республики, масштабах нашей страны Корпуса, обещающие стать одними из самых вместительных в России Заинский элеватор – новейшее зернохранилище Татарстана Осенью он отработал в тестовом режиме В этом году начало полного цикла и 39 новых рабочих мест На что дополнительно решено потратить полтора миллиарда рублей С этими вложениями элеватор должен заработать в полную силу Ориентировочно в начале ноября Он будет готов принять до 150 тысяч тонн зерна этого года Покажая вместимость скромнее, меньше, примерно наполовину В узконавалочном режиме урожая 2017 года мы приняли более 70 тысяч тонн зерна различных культур Городской дворец культуры за год стал жемчужиной Заинска На его ремонт республика выделила больше 100 миллионов рублей И он поменялся полностью Другими стали сцена, студии, коридоры, электросети Детские кружки переехали в обновленные залы Электронная запись, мы являемся лидерами по записи тоже Наглядно и просто, как и должно быть в поликлинике для ребенка После капремонта детский корпус Заинской ЦРВ предстал в формате МФЦ В одном здании и врачи, и хай-тек По последней олимпусы японские очень хорошие качества Время еще не премиум, но уже хороший бизнес класс Поликлинику для самых маленьких руководство района считает уникальной В Заинске это первое учреждение Минздрава на стыке технологий А еще год назад все было по старинке Некогда ветхий клуб, корпус больницы и спортивная база Начинают жить по-новому Рамиль Шайдулин, ТНВ, Заинский район Преобразования идут и в Елабуге Себестоимость тепла здесь стала на 20% ниже Новую газотурбинную установку, теплоэлектростанцию Сегодня запустил Рустам Мениханов Инвестиции в строительство больше миллиарда рублей Как они будут оккупаться и повлияет ли это на тарифы Узнал Салават Мухаммадуллин Турбина полностью готова к работе Сенсорным нажатием теплом от пальцев Елабуга достигла баланса выработки тепловой и электрической энергии По прогнозам это тактическая игра и защита от роста тарифа в будущем Эта установка в дополнении к существующей котельной обеспечит теплом и электроэнергией весь город За счет того, что здесь более современное оборудование Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Получается стоимость тепловой энергии, скажем так, немножко пониже Это поможет сдержать тарифы, рост тарифов Работа над снижением себестоимости тепловой энергии ведется по всей республике Летом прошлого года новая газовая турбина была запущена на казанской ТЭЦ-3 Я думаю, что это в первую очередь зеленый долг должен уходить на эту технологию Абсолютно Есть возможность Бугульма, город, сразу можем сказать Такой же возможность может уйти Зайнск Такой же возможность может иметься и Кукмара Где имеются многоквартирные дома К тому же разработчики установки обещают исключить возможность резкого отключения электроэнергии Как это было в Елабуге еще в конце января Страховку от блэк-аутов и стагнацию тарифов елабужцы оценили по достоинству Хотелось бы, чтобы не повышались Как будет, посмотрим Кому же не радостно, когда цена не поднимается Эта новость всем будет положительной, тарифы не будут подниматься Кто откажется от такой новости Окупится газотурбинная установка теплоэлектростанция в течение 7 лет Слова Тухмадуллин и Шатаёпов, Альберт Шафигулин, ТНВ, Елабуга Сохранить тепло в эти дни весьма актуально До 30 градусов мороза прогнозируют синоптики уже этой ночью В Казани минус 25, в некоторых районах республики ожидается туман На дорогах гололедится Спасатели рекомендуют ограничить время пребывания на улице Автоинспекторы просят не выезжать за пределы города Новые дома в Салават-Купере пройдут специальную проверку госстройнадзора Такое поручение дал сегодня Рустам Миниханов По словам президента, ему часто пишут Дома в микрорайоне не на высоте Рустам Миниханов призвал застройщиков тщательнее следить за подрядчиками Так стало известно, что в Твичинском районе Строители на социальном объекте использовали вторичные стройматериалы В целом же в этом году в республике отремонтируют 104 объекта образования И почти тысячу многоквартирных домов Все, что делается в городском пространстве Татарстана в области дизайна Направлено на человека Об этом сегодня говорили на первом международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна Специалисты в области архитектуры и дизайна Представители бизнеса, потенциальные инвесторы и заказчики Собрались в Казани для обмена опытом, знаниями и решениями актуальных задач Какие цели поставили, расскажет Альбина Асалгараева Когда можно пить воду из-под крана Причем течет не только горячая или холодная Но еще и газированная и кипяток Не нужен чайник, не нужны стерилизаторы для бутылочек Можно в принципе делать все Можно и макароны моментально вскипятить Можно бланшировать помидоры Не только удобно, но и красиво Вот главный тренд архитектуры и дизайна сегодня От массового производства к уникальному проекту для каждого Некоторые из них оценили министр строительства страны Михаил Мень И президент республики Рустам Яниханов Умные дома, вычислительная архитектура Все в совокупности программирования глобального будущего Это макеты городов будущего Они все разные, но есть и обобщение Например, все стремятся к ускорению Здесь предусмотрены автомобильные круговые магистрали Важна и экология На крыше предусмотрены теплицы Здесь можно выращивать огурцы, помидоры, зелень И еще одна тенденция Это вертикальная урбанизация Города должны расти не вширь, а вверх Но о ближайшем будущем в Сатарстане тоже не забывают Так челны окажутся во власти кольца Мы планируем сформировать единое пешеходное кольцо Которое включает в себя площадь садов Центральный пешеходный бульвар Парк Победы Шишкинский бульвар А в Менделеевске студенты архитектурного приближают будущее Уже отремонтированы усадьбы Ушковых и старый химический завод В планах многофункциональный центр и образовательный детский лагерь Город должен превратиться в одно большое инвестиционно привлекательное пространство Для этого есть потенциал Есть вообще уникальная дамба, аналог, который только в Америке Он работает по принципу Никола Теслы И аналогичная история только в Ниакарских водопадах И здесь еще неизвестно, мы пока не изучали, где появилось ранее вот это вот сооружение Кроме того, эта территория очень интересная Здесь прекрасный транспорт, это федеральная трасса Это железная дорога Здесь окружены водными артериями Уже на форуме говорили о том, что дизайн и архитектурные решения Не просто украшения или функционал Они формируют мышление, настроение и даже влияют на безопасность Россия может соревноваться с другими странами, своими городами С Лос-Анджелесом, с Флоренцией, с любым городом мира Нужно только использовать весь потенциал Перед нашей отраслью были поставлены очень серьезные задачи Это выйти с 80 на 100 миллионов квадратных метров жилья Это снизить ипотеку до 7-8 процентов Это выйти на такой показатель, чтобы у нас 5 миллионов семей в год Могли улучшать свои жилищные условия Чтобы решить задачи, в первую очередь нужно усилить Казанскую архитектурную школу И исключить дефицит высококвалифицированных специалистов в этой области Самый сложный вопрос это кадры Нам нужны кадры Мы уже видим, что целая плеяда молодых специалистов появляется И городское хозяйство требует профессионального подхода 60 спикеров из 9 стран мира Форум продлится еще 2 дня Завтра ожидаются мастер-классы, круглые столы и воркшопы Альбина Слагараева, Данил Филатов, Фельшат Мухаметов, ТНВ Казань За два месяца выручка татарстанских сельхозпроизводителей от продажи молока Упала на 700 миллионов рублей Составила 3 миллиарда 700 тысяч рублей Об этом сегодня доложил на республиканском совещании Министр сельского хозяйства Марат Ахметов Сейчас сельхозпроизводителям оставаться на плаву Помогают федеральные и республиканские субсидии за январь Средства хозяйством отправлены Субсидии за февраль будут направлены в ближайший понедельник Пока животноводы подсчитывают убытки У овощеводов все в плюс Начался сезон тепличных овощей Огуречный рай круглый год С собственными руками в хозяйстве Дамира Халиулина В селе Нижняя Аты Арского района Только за неделю фермер производит порядка 42 тонн огурцов Урожай прямо с грядок попробовала Динара Камалова На календаре весна, за окном зима В этой теплице по летнему жарко Ежедневно здесь собирают порядка 6 тонн огурцов Вот эту рассаду посадили, например, 5 января И уже сейчас куст в человеческий рост И дает свои первые плоды Выше куст больше плодов и прибыли Такую огуречную арифметику Дамир Халиулина освоил 8 лет назад В конце 2010-го, потеряв работу в колхозе, инженер решил открыть свое дело Взяв деньги в долг, мужчина возвел несколько теплиц в селе Нижняя Аты Арского района В Димазинском районе Башкирии там очень много теплиц На улице был очень сильный метель И вот мы зашли в такую теплицу И это меня посетило Там шмели летали И я решил построить теплицы И это семейный наш бизнес Освоил производство, а после торговому делу научился Овощи, как и деньги, счет любит, уверен фермер Товар мы отправляем в город Казань На оптовый рынок привоз Там у нас своя точка Мы там сами этими огурцами торгуем То есть минуя посредников Кроме огурцов, помидоры, капусты и даже ягоды Но распробовать ароматную спелую клубнику можно только летом Ее выращивают на открытом грунте А вот салатный огурец почти круглогодично Пчелки-труженицы стараются На ферме живут и трудятся 80 человек Сельчан мало, говорит Дамир Зато работать в огуречный рай едут Из самого района Я утром 130 килограмм собирал К десятилетнему юбилею в планах Дамира Халиулина Расширить производство и открыть новые точки реализации Чтобы все успеть, работает 24 на 7 Говорит, что душа фермера отдыхает, когда он видит результат работы Динара Камалова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань Вы смотрите новости Татарстана Вот о чем далее Великий пост и милосердные дела Вторая заповедь говорит Возлюби ближнего своего, как самого себя Как католики республики готовятся к Пасхе Узнал Дмитрий Аринин Любят золото, но черное Надо подходить ответственно к своей работе Как женщины себя чувствуют в профессии нефтяника 8 марта оператора переработки В материале Рамиля Шайдулина Не заплатил алименты, считай, пропал без вести Владимир Путин подписал закон, по которому должники по алиментам Будут признаваться безвестно отсутствующими Это позволит их детям получать пенсию по случаю потери кормильца Такой статус должник получит в случае, если его поиск судебными приставами был безрезультатен И с момента получения последних сведений о нем прошел год Пока одни бросают детей, женщины успевают не только их воспитывать, но и справляются с чисто мужской работой В нефтяную отрасль Татарстана все чаще идут дамы Вот и НГДО, ознакайскнефть, половина цеха, прекрасный пол Одна из них оператор Рамиля Петрова Почему она решила, что женщина может не только коня наскоку остановить, но и на промыслах жить Расскажет Рамиль Шайдулин Ее 8 марта начинается с доклада о том, что показатели в норме, а приборы исправны Даже в праздник на плечах Рамилы Петровой груз сложного технологического режима Ее профессия нефтяник Профессия нефтяника не легкая, она сложная, она трудная и серьезная очень Надо подходить ответственно к своей работе Каждые два часа обход территории Ежегодно их цех перегоняет по 3,5 миллиона тонн нефти В случае, что на объектах отвечать придется за каждый утраченный литр Процесс очень сложный, объектов очень много, обслуживаем Надо все посмотреть, все увидеть, все изменения, все параметры Давление, температура, расход, все наблюдаем, все измеряем 68-й год, Бавлы, первое нефтяное месторождение Татарстана На весь промысел со скрипом пустили трех женщин По всей республике женщин в нефтянке было не больше десяти Все поменялось, когда появились новые должности и технологии Оператор Рамиля Петрова бок о бок с нефтью с молодости Это и сегодня сложно, но как иначе, всю жизнь посвятить черному золоту Она решила еще ребенком 40 лет нефть добывали родители Вскоре исполнится 30, как в НГДУ Ознакаевскнефть Это делает она Она еще у нас общественность, да, выполномоченная по охране труда Не только свою основную работу выполняет, но еще Активно передает опыт, обучает молодых В их цехе 23 оператора, больше половины женщины, мамы, жены и дочери Те, для кого 8 марта, пусть и рабочие, все равно остается праздником Непременно с подарками, цветами, поздравлениями и золотом Только в их случае черным Сегодня у католиков середина Великого Поста, что предшествует Пасхе Она у них в этом году будет отмечаться 1 апреля То есть на неделю раньше, чем православная О сакральных днях жизни католической паствы республики И смысле, которое она вкладывает во вторую заповедь Божью Узнал Дмитрий Аренин Сейчас в храмах к местам готовят специальную церковную утварь В эти дни верующие должны уделять особое внимание молитве и милосердию А во все пятницы Великого Поста воздерживаться от мяса Традиции соблюдают и выходцы из Белоруссии, семья Метельских Чтобы помыслы были чистые и душа чистая Потому что в современной жизни очень часто в внешней форме Человек придает больше, чем внутреннему Сейчас в Татарстане проживают более 500 католиков В основном в Казани Паства постепенно растет Как признаются верующие, для них в республике создано все, чтобы жить полноценной церковной жизнью Появление этого храма, в котором мы находимся Оно было возможно очень во многом благодаря усилиям правительства Особенно администрации города, но также администрации республики И настолько это примечательное событие, что является примером не только, наверное, вообще для России всей Но также и для многих стран, наверное, в том числе и католических традиционных Говоря о грядущих событиях в стране, католики Татарстана обращают особое внимание на политические Так, по их мнению, участие в президентских выборах это проявление второй Божьей заповеди Вторая заповедь говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя И как эта забота, эта любовь, как она может проявляться Она проявляется в разных формах Одной из этих форм является участие в выборах То есть является определение того, как будет жить страна на протяжении следующих лет В сентябре же этого года католики республики собираются отпраздновать и знаковое для паства событие Десятилетие со дня открытия Казанского храма Дмитрий Аринин Амирзалюшев, ТНВ, Казань Она вкладывает душу во все свои дела и начинания Лечит людей, занимается творчеством, готовит борщ и воспитывает детей Жительница Верхнеуслонского района, Найраму Насипова, успевает все это, при том, что она многодетная мать С мамой на расхват встретилась Елена Веселова Температура до скольки повыше у вас? До 38,2 Измерить давление, послушать дыхание В день врач-терапевт Верхнеуслонской поликлиники Найраму Насипова ставит диагноз не менее 20 пациентам Узких специалистов в районе не хватает Оттого и работает за двоих, а то и троих Противовирусно сразу начинайте Консультирует и на приеме, и по телефону в ее надежные руки Хотят попасть каждый второй житель района Говорят, такого чуткого врача еще поискать Все пациенты, которые обращаются с какой-то болью, страданием То есть ты хочешь им чем-то помочь Ты каждый раз пропускаешь это через себя Это очень тяжело К концу дня, конечно, чувствуешь себя совершенно измотанным Никаких вот жалоб Вот всегда она правильно все подскажет, как сделать Назначение правильно делает Лично я ей доверяю Доверяют и пациенты, и коллеги В прошлом году женщину избрали председателем профсоюза работников Верхнеуслонской больницы Теперь под ее защитой и здоровье сельчан, и права коллег Быть первой во всем Оттого ярким танцем получила титул «Женщина-лидер» на республиканском конкурсе «Женщина года» Говорит, без поддержки семьи точно бы не победила А уже сегодня белый халат сменила на домашние тапочки Успевает она и вкусный ужин приготовить, и дома убраться, и с любимым мужем, и детьми вечер провести Кстати, у нее их трое Она очень хорошая хозяйка, очень хорошо готовит, хорошо смотрит за детьми Мы с ней постоянно делимся секретами, то есть я могу ей довериться Она мне постоянно помогает в любых ситуациях Активная, целеустремленная, трудолюбивая, деловая, но в то же время ласковая жена и любящая мама Такая она, женщина 21 века Елена Веселова, Алина Бережная и Игорь Романов, ТНВ, Верхнеуслонский район Он тоже врач, но только скорее айболит И в эти праздники он дарит вместо сотни роз мелодичные трели Илья Сахалитов из села Новая Чуриль на Арского района Больше 20 лет разводит птиц самых разных видов И в ее птичьем царстве от обычных кур до диковинного павлина Многоголосие оценила Алина Бережная А еще марта, сойер и июня Каждому вместе с именем забота и любовь В тесноте да не в обиде В доме Илья Сахалитова павлин уживается с курами А попугаи со снегирями Сколько пернатых, пенсионер и сам сбился со счету Но точно больше сотни И все уникальны Они все любимые у меня Самому никогда отпуска не бываю с ними Никуда не уходить Даже болеть не дает Голуби помогают даже жонглировать Любовь к птицам привела Илья Сахалитова в цирк Больше 20 лет он проработал дрессировщиком Вместе с пернатыми пенсионер объездил всю республику Трупа распалась Бросить крылатых мужчина не смог Так в доме поселились первые птицы Это птичье царство пополняется регулярно Зачастую раненых животных приносят соседи Щеглы, скворцы, сверестели, редкие куры И с каждым на своем языке Любви пенсионера хватает всем Летом пернатые живут на воле А зиму коротают в доме До шести тонн зерна за зиму съедают птицы Для любимцев Илья специально выбирает отборное лакомство Но они вот далеко увозишь Они все равно прилетают А у них эта дорога сразу находит Он им любовь, а они взамен верность Форточка у пенсионера всегда открыта Только покидать дом пернатые не хотят И жарким летом, и студеной зимой Они поют в унисон с хозяином Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Арский район О спорте и о погоде на завтра В продолжении выпуска я прощаюсь с вами до следующего Он выйдет 21.30 Всего вам доброго Спорт, хоккей в частности, это очень коллективная игра Результат зависит от каждого игрока Также и гражданской жизни От каждого гражданина зависит Благополучие и будущее в нашей стране Сейчас или дороже В марте купите автомобиль Ниссан с выгодой До 450 тысяч рублей Автоцентр Марка Казань Звоните 4 пятерки 3 единицы Санаторий Чувашия Новинка Лечение и профилактика заболеваний Желудочно-кишечного тракта Урологии Йода-дефицитного состояния организма На основе питьевой минеральной воды Санаторий Чувашия Мир здоровья и красоты И на Марка за гроши В автоцентре Марка Спеши В марте бери Датсун От 360 тысяч рублей Автоцентр Марка Казань Звони 4 пятерки 3 семерки Полная и достоверная информация О республике Татарстан Информационное агентство Татаринформ А ты готов сделать свой выбор? Я уже выбрал Шкода Только в марте У официального дилера Шкода Транстехсервис Октавия за 847 тысяч рублей Рапид за 629 тысяч рублей На Даурской 18 И на проспекте Победы 194 ТТС.ру Сенсация! Пишите видеть 16 марта Открытие Казанского цирка Нажигательной цирковой программы Виеста В Канавто Каждый новый клиент сервиса Получает сертификат на 10 тысяч рублей До 31 марта Приезжай, получай сертификат И оплачиваем сервисное обслуживание своего авто Подробнее по телефону 230-30-30 Журнал Телесемь Откройте свои счастливые страницы Свежий номер уже в продаже Внимание! Рейсовый автобус по маршруту Лейногорск-Казань-Лейногорск Осуществляет отправку с города Казань С автовокзала Южной в 17 часов ежедневно Канавто на Мусино В марте увеличивает выгоды на автомобили Лада Успейте воспользоваться программой И приобрести автомобиль Лада С выгодой до 129 590 рублей Канавто Мусино 37 230-30-30 Событие года Первый фестиваль татар-башкирской эстрады Дусла Купере В регионах России Торжественный Зур-концерт 7 апреля Москва Государственный Кремлевский дворец Главные звезды татар-башкирской эстрады На главной сцене страны Добрый вечер Время новостей спорт на ТНВ В студии Алмаз Гафиатов Сегодня в Пхенчхане Официально стартовали Паралимпийские игры Все 30 заявленных для участия Российских спортсменов Прибыли в Южную Корею Среди них Нижнекамская биатлонистка И лыжница Марта Зайнулина 27-летняя спортсменка Является единственной участницей Из Татарстана в сборной России На прошлой Паралимпиаде в Сочи Зайнулина завоевала бронзовую медаль На играх, которые пройдут С 9 по 18 марта Российские паралимпийцы Выступят под нейтральным флагом 30 россиян в 5 видах спорта И 6 спортсменов-ведущих Которые будут помогать атлетам С нарушением зрения Общая численность российской делегации На играх составит 75 человек Тем временем Татарстанские стрелки-стендовики Отправляются в Малайзию На чемпионат мира среди студентов В соревнованиях примут участие Более 100 сильнейших стрелков В возрасте до 28 лет Татарстанскую школу На престижном турнире Представят 4 спортсмена В трапе выступят Екатерина Суботина И Светлана Крашенинникова В ските Екатерина Комарова И Сергей Демин Президент федерации Пулевой и стендовой стрельбы Татарстана Сергей Демин-старший Отправляется в Малайзию В качестве тренера Помимо татарстанцев На чемпионате будут Еще 4 российских стрелка Новосибирец Александр Краснятов А также Лепчане Ольга Шульгина Никита Черников И Виктор Веретин А завтра в центре волейбола Стартует матч и плей-офф Российской Суперлиги В матче 1-4 финала Зенит сразится с командой Сенсация этого сезона Новокубишевской новой Соперники в этом сезоне Дважды играли друг против друга Оба матча завершились Уверенной победой Подопечных Владимира Олегна Игроки новой Смогли удивить остальных участников Так за бортом плей-офф Остались Урал Гостом Югра и Енисей А Казанский «Зенит» завершил регулярный чемпионат России Победы над «Зенитом» из Санкт-Петербурга Завтра игра начнется в 17.00 Ответный поединок запланирован на 16 марта В городе Новокубишевск И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте В начале выпуска интересная информация Спонсор показа Изготовитель корпусной мебели на заказ Компании Данил Мастер Вам нужен шкаф-купе Качественный, недорогой и по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваши желания Успейте заказать со скидкой 20% Данил Мастер Город Казань Улица Восстание 23 Телефон 2 167 166 По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке республики Переменная облачность Местами снег И до 10 градусов ниже нуля На северо-востоке Нижнекамске На Бережных Челнах Елабуге Облачная погода с прояснениями Также временами снег И минус 9 На севере Татарстана Менделинский Огрызи в Менделеевске Ясно, но временами со снегом И также 9 градусов мороза На северо-западе Осадки не ожидаются Столбики термометров Покажут Минус 9 На юго-западе республики В Болгарии В Буинске и Држаном Будет ясно И без осадков До 8 градусов Ниже нуля Жители центральных районов Республики Ожидает ясная погода Без осадков Столбики термометров Покажут Минус 9 Морозы не отступают Особенно холодно В ночное время Одевайтесь теплее Берегите себя В Казани Облачная погода С прояснениями Минус 8 Минус 10 Ветер северный 1 метр в секунду Атмосферное давление 758 миллиметров Ртудного столба Влажность воздуха 75 процентов Магнитное поле Земли спокойное В конце выпуска Интересная информация ГРК Татарская усадьба Находится в памятнике Архитектуры Второй половины 19 века Здесь можно отведать Национальную кухню Посетить галерею Народных промыслов А также остановиться В уютной гостинице Татарская усадьба Национальное гостеприимство В современном воплощении Татарская усадьба Служат примером Высокой татарской кухни По старинным рецептам Только здесь подаются блюда Из настоящей Древяной печи Татарская усадьба Национальное гостеприимство В современном воплощении